Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас с вами такое необычное, очень полезное видео. Мой канал создан для того, чтобы учить вас, как не только красиво организовать хранение, удобное хранение, но и о том, как расхламиться. Ведь прежде чем организовывать какое-то хранение удобное, покупать кучу коробочек, органайзеров для этого хранения, необходимо сначала расхламиться. В первую очередь надо расхламиться. По методике метод Конвари, по своей какой-то методике, без разницы, но сначала нужно избавиться от лишних вещей. А затем уже заниматься организацией хранения ваших вещей. Есть несколько способов по тому, как избавиться от вещей. Первый способ – продать. Второй способ – выкинуть. Ну, третий способ – отдать кому-то. Лично у меня третий способ вообще не работает. Мне как-то неудобно какие-то свои вещи старые, на мой взгляд, а кому-то отдавать. Может, потому что я избавляюсь от своих вещей, когда они у меня уже морально устарели, когда они уже имеют не такой красивый вид, поэтому отдавать какие-то свои вещи кому-то, да и особо некому. В общем, мне проще либо выбросить, либо продать. Итак, выбросить. Что я выбрасываю? Какие вещи я выбрасываю? Я выбрасываю вещи, которые уже очень плохо выглядят. Если это одежда, то она там с пятнами, изношенная. Детская нижняя белья, например, трусики, конечно, там моей мужа. Я их не буду продавать, например, на Авито. Из каких-то предметов там быта, ну, практически, по-моему, все продается. То есть выбрасываю, только если эта вещь сломана. А так я продаю даже то, что, мне кажется, не продастся на Авито, а оно продается. Поверьте, я потом вам примеры свои приведу. Что я продаю на Авито? Ну, ответ уже выше прозвучал. Все. Я практически ничего не выбрасываю. Я выбрасываю только... По-моему, выбросила один раз какую-то свою юбку или брюки, потому что они у меня очень долго сели на Авито. Я уже потом написала бесплатно, все равно их никто не забирал. Мне было проще их выбросить. Но выбрасываю я вещи не в мусорное ведро. Ну, я имею в виду одежду, обувь. У нас через дорогу есть пункт приема по вещам. Там принимают вещи на переработку. То есть у меня рука не поднимается. Выкинуть их в мусорное ведро. Что касается продаж на Авито. Я вам сейчас озвучу пункты, которые мешают продавать на Авито. Просто когда я разговариваю с коллегами, с друзьями о том, что я продаю вещи на Авито, о том, что у меня продают, продаются, я постоянно слышу такое, ой, а мне лень, а мне неохота, а у меня не продается, у меня уже столько времени висит и не продается. Я сейчас вам назову пункты, по которым ваши вещи не продаются. А затем назову пункты, которые вам нужно исправить в ваших объявлениях, и ваши вещи будут продаваться. Но это нужно сделать так, как я сказала. Если вы это сделаете на тут сделаю, тут не сделаю, вы не продадите свои вещи. Итак, первое, что мешает продать ваши вещи. Во-первых, качество фото. Это просто кошмар. Иногда некоторые фото, они не просто качеством плохие, там, вы камеру не протерли элементарно, перед тем, как сделать фотографии. То есть там фотографии. Я молчу про то, что у меня некоторые фотографии там мутные, где-то в темном коридоре. Есть некоторые вещи, я вам сейчас введу сюда пример, вставлю. А посмотрите, какие примеры я нашла на Авито с первыми фотографиями. Вот глядя вот на эти примеры, вы купили бы этот товар? Поэтому первая фотография должна быть конфетка. Вспомните себя, когда вы покупаете товар на Валдрис, на Азон, на Ламода, в любом интернет-магазине. Вы же нажимаете на фотографию вкусную, интересную, красивую, а потом там дальше уже пролисся, где смотрите подробности. То есть первая фотография должна быть идеальна. Второе, сейчас я вам позже расскажу подробности, как сделать фотографию идеально. Второе, это цена. Некоторые ставят цену высокую и говорят, я ее купила за 5 тысяч, я не хочу ее продавать за полцены. Ребята, Авито это та площадка, куда люди идут, чтобы купить дешевле. Дешевле. А купить товар по цене там на 500 рублей меньше, на 100 рублей меньше, чем на Валдрис, это им неинтересно. Им проще добавить 100 рублей, купить новый товар, чем на Авито. Поэтому, как бы вам не было жалко, цену ставим прям разумно минимальная. Если вы вообще не знаете, сколько поставить, я забиваю смотреть, кто сколько продает, и ставлю примерно такую же цену. Давайте подробно поговорим про фотографию. Фотография, это первое, что видят люди, как я уже говорил вам выше. Оно должно быть очень вкусное. Хоть что вы продаете, сумку, одежду, игрушки. Оно должно быть привлекательное. Помните о размере фотографии. Размер фотографии 238 на 158. Горизонтальный. Вы, видимо, все уже привыкли вот так вот телефон держать, фотографировать, там, в сторис так выгружать фотографии, да, где-то в соцсетях. А когда выкладываешь такие фотографии на Авито, такие вот, он их срезает. И посмотрите, я сейчас вам вставлю в примеры, какие фотографии у вас в итоге получаются. Если вы не хотите там заморачиваться, вы забываете и фотографируете, и потом не хочется перефотографировать, вы тогда откройте сразу на Авито и сделайте фотографию. То есть когда вы открываете на Авито объявление, хочу выложить, да, там можно не просто загрузить фотографии с галереи, а сразу сделать эту фотографию. И он сразу откроет такой квадрат, где должна быть ваша вещь. Не нужно будет там заморачиваться. Помните о том, что он срезает фотографии. Поэтому когда будете фотографировать, держите телефон горизонтально, либо сразу фотографируйте в приложении Авито. Как еще мы делаем фотографии? Конечно же, при свете. Если у вас нет возможности при дневном свете днем сделать фотографию, делайте это хотя бы при лампочке, но не в темном где-то там коридоре. Камеру протираем, чтобы не было смазано. То есть максимально светлая фотография. А если она все равно получалась темно, загружаем в редактор и высветляем его. Ну, в пределах, конечно, разумного. На фотографиях обязательно должна быть вещь на себе. Если вы продаете одежду, просто 100% у вас первая фотка должна быть с вещами на вас. Просто обязательно. Вы просто вспомните, когда вы делаете покупки тоже в интернете на Wildberries, на какую фотографию вы нажмете? На красивую девушку в платье, или когда просто так вот платье будет лежать на полу? Конечно, вы нажмете, где будет девушка. Поэтому не поленитесь. Либо найдите свои фотографии из архива этой одежды. Не поленитесь и сделайте фотографии на себе. Пусть в зеркале это, но это как-то будет более, более, более презентабельно. А дальше уже фотографии, второй, третий, третий, четвертый, пятый фотографии уже можете делать уже на полу, на вешалке. Но тоже очень аккуратно, близко. Самое главное, да, размещайте еще фотографии с деталями. То есть, например, если, например, я продаю сумку, вот была у меня продажа, какие больные темы у нас в сумке? Это ручка и углы. Делаем фотографии, во-первых, что вещь, что одежда. Делаем фотографии в руках. То есть я вот так вот держу сумку, я вот так держу сумку, на плече сфотографирую сумку, чтобы по отношению меня был видно примерно, какой размер сумки. Но когда так фотографируешь сумку, непонятно. Думаешь, рука она большая. А потом приходится интернет-магазин, а она вообще крошка. Люди, когда написаны, ну да, вы напишите размер 30 на 20. Ну кто из вас бегает с линейки и примерно проверяет? Так, 30 на 20. Конечно же нет. Не поленитесь вместе с собой. В руках сфотографируйте, там, руку приложите в ладошки, чтобы было видно, какого размера сумка. Больные темы, да, ручка и углы. Близко сфотографируйте ручку, что там есть потертость. Или что, например, наоборот, ручка идеальна, без потертостей. Углы сфотографируйте, что там мер потертости, там, заломов. Или наоборот. То есть, если не бойтесь сфотографировать недостатки, потому что, если вы продаете вещь от 200 рублей, вы там продаете за дешево, потому что тут, там скол, здесь потертости. Конечно же, за 200 рублей, там, сумка быстро среагирует, пришли покупать, увидели, здрасте, приехали. Тут сломано, здесь порвано, человек расстроен и уезжает. Зачем? Максимально подробно фотографию, чтобы человек увидел и сразу понял, чтобы он приехал и с закрытыми глазами забрал ваш товар и ехал домой. У меня очень часто покупает товар авито доставкой. Даже сумку, игрушки, детские вещи, книги покупали, потому что я максимально подробно фотографирую. И больные места, и не больные места, и близко фотографирую, какая клепка, какая застежка, как вещь выглядит, как вещь выглядит сзади, сбоку, если это платье, какое тут у него горло, то есть максимально подробно, какой разрез, какая длина. Если уметь делать инфографику, то есть инфографика, это, то есть люди описания иногда не читают, они просто проистают фотографии и как бы и все. А можно в последней фотографии, то есть положить вещь, например, на пол, сфотографировать, две инфографики написать, длина, столько на сантиметрах, ширина, столько, то есть на фотографии, чтобы сразу было видно размер одежды, либо там одежда такого-то размера, длина рукава, ширина, длина, мой рост, чтобы, ой, я тоже 173, мне там подойдет эта вещь. Если все будет на фотографии, будет просто идеально, то есть и в описании это написать, и на фотографии, чтобы максимально было удобно и везде видно. Кто не читает описание, увидели на фотографии, кто не смотрит толком фотографии, прочитали это в описании. описание товара то как вы напишите описание товара так люди его и найдут если вы напишите напишите просто кроссовки для девочки ну как бы когда пишет кроссовки для девочки выходит очень много объявлений и не факт что ваше время будет одно из первых а если напишите кроссовки для девочки белые 30 размер в идеальном состоянии что-то там влезет не знаю то есть наименование товара для кого но платье для девочки уж напишите потому что платье на так для девочки размер и состояние то не идеально идеально то есть максимально сколько влезет название с размером обязательно потому что за собой заметьте вы когда забиваете вы тоже будет 5 размер и уже большая вероятности того что вы будете в первых строчках когда зайдут в описании вы уже войдете в самый верх также детально пишите описание не только на фотографии но и в описании пишите тоже снова прописать и кроссовки для девочки белого цвета 30 размер размер стельки какой-то без потертости в хорошем состоянии или например если продаете свою одежду пишите свои параметры но если не знаете свои параметры пишите хотя бы вес рост мой мои параметры на фотографии такие такие что человек так я примерно такого же иначе не подойдет человеку было намного проще сориентироваться подает ему эта вещь или нет напишите состояние вещи в хорошем состоянии в идеальном состоянии нового одевалась пару раз после химчистки требует химчистку здесь пятно смотрите фото от 2 там 34 максимально подробно чтобы для человека не было сюрпризом чтобы он пришел забрал здесь закрытыми глазами знал что его ждет и ушел еще и в описании пишу где посмотреть например а смотреть и забирать на парковом улице ну номер дома квартиру я уже не пишу потому что бывает что на таки локация есть конечно на виды но она настолько обширная как бы ну да зижинский район а он такой у нас огромный как бы где зижинский парковый или закамск то есть как бы не совсем понятно вот поэтому я сюда пишу примерно не только район но и улицу чтобы человеку намного было проще чтобы не было чтобы у покупателей не был для вас миллион вопросов кто-то не любит спрашивать кто-то не любит ждать он спросит вы не сразу сообщение увидите он же в время пойдет и найдет другое объявление купить там а когда он уже увидит так вещь прочитает все подходит о парковой боровая это же рядом со мной сейчас напишу и схожу заберу пазл сложился у вас продажи состоялась человек товар купил тот который он искал все счастливы делайте жизнь вашу проще вот такие вот элементарные простые пункты как фото и описание вам помогут ваших продажах я тут где-нибудь на экранах во время видео буду стараться вставлять фотографии с примерами как надо как не надо как можно как возможно если вы будете соблюдать все эти пункты то у вас будут продажи кто-то сейчас у нас скажет а у меня вроде тут все хорошо здесь все хорошо но все не продается поэтому я еще сниму вторую часть такого видео что сделать если мои вещи все равно не продается в чем дело в чем причина вот но прежде чем переходить к этому пункту что делать моя вещь не продается вы тщательно еще раз посмотрите все ли вы эти пункты соблюдайте которая сегодня перечислила все ли у вас идеально ну а потом уже можно будет браться уже за вторую часть хочу сказать что не бойтесь продавать на авито это очень легко и просто сейчас существует авито доставка я продала 18 товаров на авито доставка если вы не знаете что такое авито доставка боитесь боитесь авито доставка кто-то боится до сих пор то пишите в комментариях я вам подробно расскажу что такое спасибо что вы смотрели это видео до конца надеюсь что она казалась вам очень полезно если у вас возникла вопроса то пишите в комментариях я во втором видео отвечу на них ставьте лайки и подписанность канал всем спасибо всем пока